Всем привет! Начинаем наш влог. И мы будем с родителями две недели исследовать разные места в Люксембурге и вокруг Люксембурга. Сегодня у них первая прогулка по городу Люксембурга. Мы начали, можно сказать, с площади Парижа, Плесе де Пари. Можно с Гары начать, с вокзала. И идём через красивый мост на Хамилиус. И будем гулять уже по старому городу. Не знаю, спустимся мы сегодня в грунт или нет. Посмотрим. Нижний парк. Мы с Димой здесь уже гуляли несколько раз. На самом деле, оттуда будет красивый обзор. Ну, там же на самом деле течёт речка. Ну, речка есть небольшая, да? Ну, там ручеё как бы. Это, наверное, в грунте протекает река Ализет. А здесь я не знаю что. Да просто ручей. Как-то маленький путешественник. Как же я хочу домой. Сейчас мы идём в квартал, который называется Грунт. Пришли на специальную площадь. И там есть лифт, который нас туда отвезёт. Можно и пешком пройтись, если идти с Хамилиуса. Ну, сейчас покажу, где этот вход находится. Вот, идём туда. Мы раньше не знали, что здесь вход находится. И поэтому ходили пешком. А потом как-то случайно знали. Дима, ты не знаешь, как называется это место? Чтобы можно было спуститься в грунт. Нет. В общем, мы год прожили в Аликсембурге, не знаем, как называется. Знаем, где что находится. Ну, вот написано, кстати, какая-то площадь. И сприт, грунт. Потом с грунта, возможно, мы прокатимся ещё на таком лифте прозрачном наверх. Если у нас хватит времени сегодня. Мы сейчас типа в скале, лифт. Лифт в скале. Мы на нулевом этаже вот здесь. Ну, понятно. И мы сейчас пойдём. Мы на нулевом этаже. Ну, да. И мы пойдём как-то... А, это парковка. Это парковки четыре этажа, а мы ещё дальше вот сюда поедем. Здесь будет туннель в скале. Да? Да. Ну, сейчас вернем. Лифт? Ну, достаточно. Обычная семья. Пенючек и салфетки. Здесь почему-то с грунта наверх очень много людей. Прям очередь образуется. Видимо, не все знают, как именно спуститься на лифте вниз. Такая здесь скала. Это, по-моему, полустой стоп. Район называется грунт. Наверное, грунт это что-то типа... Пещера, может быть. Ди-раунд, может, земля, да. Мы вернулись из русского магазина. Я знаю, что вы любите такие распаковки. Интересно, что же там есть. Вот такую огромную бутылку купили кваса. Сейчас летом особенно хочется. Потом купили соду. Она добавляется в блинчики, да, в оладушки. Потому что я не знаю, как здесь, в местных магазинах, вообще ее найти. Потом мы постоянно покупаем всякую колбаску в русском магазине. Называется петербургский сервелар. Дальше. Я обожаю в русском магазине вот такие вот медовики. Это вроде бы даже не русский, а какой-то польский. В общем, он очень вкусный. Прям как будто бы его сами испекли и вот упаковали. Потом пельмешки. Я пельмени не люблю. Я купила вареники еще. 5 евро 40. Написано, что украинские. С вишней. Сметанка. Потом купили уксус тоже, чтобы готовить борщ. И нужно ее разбавлять с водой. Тоже в местных магазинах. Не знаю, как это называется. Ну и творог 9% и с него сырники особенно хороши. Тут ничего не понятно, но все это вышло на 54 евро. 4 упаковки творога у нас тут получились. Вот и все. Рядышком с русским магазином, который на вокзале находится в Люксембурге, есть еще магазин какой-то, не знаю, какой-то нерусский магазин в общем. И там продаются очень хорошие фрукты и овощи. Вы посмотрите, какой красный, краснейший просто арбуз. Надо его быстрее поставить в холодильник. Просто кажется, что он сахарный. Лучок. И именно в этом магазине вообще в Люксембурге постоянно какие-то огромные огурцы. Они не очень вкусные, даже летом. А в этом магазине есть вот такие вот маленькие огурчики. Кто любит, там, может, на засолку даже подойдут. В общем, именно в этом магазине продаются такие вот хорошенькие огурчики. Берите на заметку. Мы приехали с родителями в торговый центр Клош-Дор. Сегодня суббота. И сюда специально приехали, чтобы показать им магазин Ашан. Потому что мы с Димой первое время ходили в Ашан как на экскурсию. Да что там были с первое время? Наверное, год. Потому что здесь большой магазин и очень много всяких вкусностей. И поэтому мы решили сюда приехать и подзакупиться немного. Сейчас буду вам немножко показывать. Так, здесь во Франции очень популярны вот такие тортики. И маленькие пироженки. Я это очень люблю, но, наверное, мы сейчас не будем отобрать. Все-таки не устояло. И хочу взять такую штуку за 4,75. Или на четверых взять сразу. Сейчас посмотрю. Здесь у нас фрукты и овощи. Короче, очень-очень-очень-очень много всего. Тыква. Целая-целая стойка с орехами различными. Вот у них такая стойка с готовой едой. Типа лазанья. Лазанья. А, такую рыбку стоит 14 евро. 4 кусочка свежих. Дальше мы подбираемся к рыбному отделу. Это, можно сказать, то, из-за чего мы сюда и приехали. Завтра хотим готовить пасту с креветками. Поэтому сейчас я вам все покажу. Там очень красиво, как такой рыночек в магазине, можно сказать. Здесь у нас холодильник с разными мясными деликатесами. Можно сказать, с всякими итальянскими колбасками. Можно сказать, закуска, в общем. Мы, в общем, не сильно это любим, но иногда можно. Мне вот очень нравятся вот такие темы. Паштетики такие с желе и с мясом. Она стоит вот такая упаковка 5 евро. Мы уже взяли это. Мы дошли до устриц. Мы, на самом деле, с зимой никогда такие не брали. Но, в основном, такие вот пакеты лежат на Новый год. У них здесь очень популярно есть устрицы на Новый год. Сколько стоит? 36, 16, 28. В общем, честно говоря, я не знаю. Качество, наверное, хорошее. Все берут эти устрицы. Так, вот мы не брали, потому что я беременная была в Новом году. И мне такое нельзя было кушать. И до сих пор я на ГВ, поэтому мне тоже нельзя. Вообще, устрицы очень сильно люблю. Дошли до красоты. Хотим взять креветок. Эти вьетнамские, эти малайзийские. Это вообще... Ну да, это креветки. А как-то Дима ел пасту вот с такими штуками. Да. А это что, маленькие? Ну, тоже какие-то маленькие. Креветки. А это что, гневенские такие? А это что? Краб. Здесь, по-моему, тоже надо талончик брать. Надо? Да. А там вот разные виды всяких штучек. Как ракушка. Да. Ну как вам наш рыбный базар? Очень богатый выбор. Да-да. Как вот эту мелочи едят? Ой, я не знаю. С ложкой, наверное. Тут же какие-то креветки. С ложкой, наверное. А вот здесь, собственно, такой вот рыночек, про который я и рассказывала. Вот лежат всякие крабы. И вот тут разная рыбная история. Уже маринованное мяско, шашлычки разные. Дальше свежая рыба. Сзади девушки во льду еще кучи всякого. Ну, вот здесь выстраивается такая очередь. И у них всегда очень все свежее. То есть можно не бояться брать. Не отравитесь. Дима мама фоткает. Я думаю, впечатлило ее это. Местная рыба-бар. Она как сибас. 42 евро за килограмм. Ну, а вот и, собственно, и сибас. В итоге мы взяли две упаковки таких вот креветок. Сколько здесь? Грамм. 400 грамм. Здесь у нас очень-очень большой винный отдел. Я попозже вам покажу люксембургское вино, если мы оттуда дойдем. Здесь можно продегустировать. Шампанское. Когда-нибудь я попробую вот это вот клико. Не знаю, когда. Ценник где-то 50 евро, 40 за него. Мне пока что можно забыть. Я уже практически год не пью ничего. Только безалкогольное. Зато он хорошо выгляжет. Вино безалкоголя за 3 евро. За упаковку яиц 4 евро, в упаковке 12 штучек. Мы нашел стенд первый раз за год в Ашане с русскими продуктами. Бабка какая-то. Ну, тут, наверное, не только русские, наверное, и польские. Гречка на русском. Печень трески. Шпроты. Ух ты, быток сушеный. Посмотрите, какие соленья. Ух ты. Какие красивые. Это печенье моего детства. Сколько стоит? Квас. Мы уже купили квас. Я вам показывала. В общем, теперь мы знаем то, что в Ашане можно подрезать гречку. А мы не знали раньше. Ух ты не берешься? Не-не, не Новый год. А у нас нету гусор? Нету. Продолжаем вам показывать Люксембург. Приехали с родителями опять в центр, так как мы не успели в прошлый раз досмотреть все. Сейчас мы направляемся к дворцу герцогов. Рядышком с ним прям есть парковка, поэтому очень удобно. Сейчас вам покажу. Дима рассказывал тут, что на этой площади обычно много всяких мероприятий происходит. Когда был футбол, то здесь была трансляция. Очень красиво мы подошли сейчас к нему. А вот здесь прямо около него находится очень классная шоколадерия или, в общем, заведение, где чай, кофе, горячий шоколад и вкусные десерты. Как-то мы там сидели с Димой и пили горячий шоколад. Да, здесь обычно солдаты, Дима рассказывает, стоят. Это дворец Гранд-Дюка. Как Гранд-Дюк? Великий герцог? Герцог? Герцог люксенбургский, да. Великого герцога. Ну, он вроде как здесь не живет, но официально это. Понятно. Но, однако, здесь постоянно какая-то охрана стоит, да, и марш, караул. То есть, стоят пара человек, и, как, может быть, видел в фильме там или что, шагают вот так вот ногами и меняют караул. А как-то мы с Димой гуляли здесь недалеко и встретили как-то бывшего президента, да? Прямо он шел здесь между улиц, помнишь? Короче, мы гуляли примерно здесь. Как его? Ксавьер Бетель. Он был недавно, мы еще когда переехали, он был премьер-министр. Это, по сути, как у нас президент. А сейчас он, по-моему, возглавляет МИД, Института иностранных дел, плюс еще там что-то. Но суть в том, что мы где-то здесь гуляли, и он прям вот так вот идет. Я что, сначала не понял, как такое возможно? Ступор просто встал, и он прям на меня, он сошел с человеком. И вот они вдвоем вот так прошли, и я вот так просто стою. Один меня обогнул слева, другой справа. Это типа бывший президент. Ну, то есть он сейчас везде, по всем странам ездить, встречается все. До первого августа можно посетить дворец герцогов. Ой, до первого сентября. Стоит 18 евро на человека взрослого. Для детей, по-моему, до 4 лет бесплатно. Из 4 до 12 лет 9 евро. Теперь иду показывать вам красивую панораму. Красивый отсюда. Красивый. Вот он именно уникальный. Дима, куда мы идем? На панорамный лифт. На самом деле мы никогда не были в Пицца Харт, но когда смотрели туристические блоки с Люксембурга, то постоянно все почему-то входят в этот Пицца Харт. Ну вот и спробуем. Синабоны открылись зимой, и была постоянно огромная очередь сюда. И вот только сейчас, первый раз, решили зайти. Я решила зайти и попробовать взять парочку с собой домой. Я решила зайти. Ну что, мы заканчиваем сегодняшнюю прогулку нашу. Сейчас вечером так хорошо идем на панорамный лифт. Он полностью стеклянный. На нем мы спустимся в грунт. И потихимся вверх, и пойдем на парковку. Покажу. Сначала идем по такому переходу. И там вроде бы уже очередь из желающих. На самом деле только один раз с Димой за год катались на таком лифте. И причем это было зимой и вечером. А сейчас получается в такое дневное время. Посмотрим, как это будет. Здесь еще находится такое стекло панорамное с видом на город. И все тоже фотографируются. А там, по-моему, даже полстеклянный. Да, там даже полстеклянный внизу. А там, по-моему, даже по-моему, даже по-моему. В общем, мы прокатились просто вниз-вверх. И все. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Как все говорят. Все, увидимся в новых видео. Пока-пока.